Приветствую вас, давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Вопрос задаёт пользователь с именем Елена. Она рассказывает историю о том, что парень, который к ней подкатывает, она так и говорит, подкатывает, всё время упрекает её в том, что она очень самостоятельная, что она, грубо говоря, плачет сама за еду, да, он ей предъявляет претензии за то, что она отказывается, например, от зонтика, если он ей предлагает, и говорит о том, что она должна вести себя по-другому. И, соответственно, автор вопроса решает вести себя по-другому. Говорит, ну, ладно, ну, хочет, значит, он платит, да, там, например, за неё, ну, пусть, как бы, платит, ничего. Вот, она решает так делать, и интерес у парня к ней существенно падает на 70% по словам Елены. Интерес парня к ней пропал. Вот, и она, соответственно, спрашивает о том, зачем нужно было так вот говорить, зачем нужно было выдвигать такие требования, если после этого она стала мужчине неинтересной. Смотрите, здесь история, как мне кажется, про то, ну, больше история про то, что изначально мужчина вас, вот такой, какая вы есть, не принимает. Не принимал или не принимает. То есть он изначально требовал от вас быть какой-то другой изначально. Изначально к вам у него требование было быть иной, не той, кем вы являетесь, да, то есть он пытался вас, как вы, в общем-то, довольно справедливо заметили, да, он пытался вас прогнуть, вот. И, соответственно, когда он вас прогнул, вы стали ему неинтересны. Это правда. Но обратите внимание, что как будто бы вы продолжаете пытаться его понять. как будто бы вы продолжаете пытаться, ну, вот, условно говоря, да, опираться на него. То есть вы пытаетесь понять его, а не себя. И, на мой взгляд, ваша такая вот, можно сказать, поведенческая ошибка, если угодно, заключается в том, что вместо ориентирования на себя, вместо того, чтобы действовать так, как хочется действовать вам, вместо этого вы как будто бы пытаетесь угодить мужчине. А это заведомо ложь, заведомо деструктивная позиция, потому что таким образом вы не сможете выстраивать здоровых отношений. Скорее всего, скорее всего, связано это с тем, что внутренне в вас присутствует некоторая неуверенность в себе. Вот. И, соответственно, вы выбираете подсознательно таких мужчин, которые вот с вами борются, как-то вас оспаривают, вот, как-то вас подавляют. А подавив и оспорив вас, мужчины в общем и целом теряют к вам интерес. И еще, на мой взгляд, важный момент заключается в том, что вызывают вопросы и некоторые сомнения. Сам факт того, что тема гендерного поведения становится темой. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Какая штука. Какая штука. То есть, это скорее вот история про те базисы, на основе которых вы выстраиваете отношения с мужчиной. То есть, почему-то вашему мужчине вот как бы важно, да, ну вот, указать вам на какое-то вот несоответствие гендерного поведения. При этом, естественно, что только в его как бы восприятии, да, его как бы понимали, естественно. Речь идет здесь не про какую-то объективную реальность, потому что, ну, у всех, вот что называется, да, как бы, ну, разные модели поведения. И, как мне кажется, эти модели поведения нужно так или иначе уважать. То есть, если женщина выбирает, к примеру, быть самостоятельной, да, вот. То, соответственно, ее нужно вот принимать. Как мне, по крайней мере, кажется, что именно, что вот принимать ее такой, какая она есть. Вот. И, соответственно, на этом уже делать какой-то акцент. Но у вас почему-то, у вас почему-то не получается на этом сделать акцент. У вас почему-то не получается сделать акцент на том, что вас нужно принимать. И либо вы, опять-таки, выбираете мужчин таких, которые вот как раз оспаривают вас. То есть, вам нужно, чтобы вас оспаривали. Ну, по какой-то причине, да. Или вы как-то вот в данном случае выстраиваете общение, ну, вот, несколько не на тех основаниях. Да. Вы устраиваете общение, не на том, ну, фокусируясь как бы. И, как мне кажется, вопрос это вот в первую очередь к вам. Каких мужчин вы выбираете для, ну, для отношений. Каких мужчин вы выбираете для отношений. То есть, что это за мужчины, как они себя ведут, эти мужчины. Какие ценности у этих мужчин. Вот. Что для них главное, что для них важнее. И самое главное, для чего вы с мужчиной встречаетесь. Дело в том, что когда вы говорите, что человек к вам подкатывает, ну, вы говорите об интересе человека к вам определенного рода, так сказать. Важно замечать и обновлять себя черт в том, а соответствует ли этот интерес тому, какой вы хотите, чтобы к вам проявляли интерес. Соответствует ли контекст таких отношений тому контексту, который вы хотели бы видеть в своих отношениях. То есть, если я воспринимаю вас как партнера для того, чтобы, ну, просто провести время, например, то устраивает ли вас такая история? Устраивает ли вас, что называется, такая роль? Потому что, вполне может быть, что не устраивает. Но вы миритесь с этим, с этим миритесь. Надеясь, например, перевести отношения на другой уровень. И важно понимать, что зачастую такие надежды только и остаются надеждами. Потому что очень редко, к сожалению, бывает так, что человек, ну, например, одним образом воспринимает своего партнера, начинает воспринимать его по-другому. Особенно в начале отношений. Вот. Поэтому на этот момент нужно обратить внимание. Следующий момент, на который нужно обратить внимание, заключается в том, собственно говоря, а когда вы, ну, вот, ему уступали, да, например, вот, когда вы ему уступали. Для чего вы это делали? Вот. Какой важный момент здесь присутствует? То есть вы это делали, потому что искренне этого хотели? Или вы делали это, потому что вам было, ну, например, да, вот, ну, как-то, не знаю, некомфортно? Как-то вам было не по себе? Чувствовали вы, что, ну, вот, такое ощущение, может быть, было стыда, что тоже я веду себя не как, там, к примеру, женщина, да, а вдруг, вот, я веду себя, там, как-то неправильно, вдруг, там, на самом деле, там, нужно вести себя действительно по-другому, может быть, мужчина прав, я действительно какая-то странная, не такая и так дальше. Понимаете, да? То есть вот это очень важный момент. Уступки в отношениях – это хорошо. Уступки в отношениях – это здорово, и без них, понятное дело, качественных отношений не построить, это правда. Но важна ведь и субъективная сторона уступок. То есть если мы делаем уступки, то важно понимать и отдавать себе отчёт в том, из какого чувства, из каких, ну, скажем так, мотиваций мы так делаем. Потому что если мы не очень хорошо себе в этом отчёт, например, если мы не очень хорошо понимаем, зачем мы так делаем, ну, допустим, то, конечно же, могут быть здесь определённого рода проблем. Да? Вот. И, соответственно, возникают такие вот неприятные истории. Вот, возникают такие вот неприятные, скажем так, ситуации, которые нам потом довольно сложно бывает принять. Мы-то ожидаем, что человек, получив то, что хочет, будет доволен. Вот. Но при этом мы не отдаём себе отсчётов в том, допустим, что человек может поступать так, как он поступает, да? Например. Ну, из каких-то вот других, ну, из каких-то других аспектов. Например, из желания нас подчинить, например, из желания что-то доказать и так далее. Вот. Поэтому, конечно, здесь я задам вам скорее вопрос, да, по поводу того, насколько ваше поведение для вас является естественным. Ну, скажем так, природным. Вот. Потому что если природным ваше поведение не является, а является реакцией на что-то, является производным от чего-то, например, нет, то, конечно, там, мужчина, да, будет это чувствовать и реагировать соответствующим образом. Оставляя вас, вот, по сути, ну, вот, в таком, я бы сказал, ну, вот, в несколько негативном состоянии. Оставляя вас в таком, вот, несколько фрустрирующем, фрустрирующей позиции, скажем так. Вот. Вот. Что, конечно же, неприятно и это вполне нормально. Вот. Поэтому я бы ответил вам здесь именно так. Я бы вам ответил здесь, что нужно разобраться в себе, а не пытаться понять другого. Потому что очень часто люди сами не понимают, для чего они то или иное делают. Очень часто люди не понимают сами, зачем они поступают именно так, а не иначе. Не могут и не хотят этого понимать. Не могут и не хотят об этом говорить. Не могут и не хотят объяснять. Ну, собственно говоря, объяснять или не объяснять, это уже, понятное дело, право человека, да. Захотел объяснил, не захотел, как бы не захотел, в общем-то не объяснял. Вот. Но как-то вот себя защитить от подобной вот фрустрированности, да. Вполне себе естественное желание. И, возможно, имеет смысл потихонечку переходить от восприятия вот какой-то активности со стороны мужчин, да. С контекста подкатывает на контекст какого-то более зрелого, взрослого, что ли, взаимодействия. Если только вам не нужны отношения без обязательств или отношения там, чтобы вот, ну, провести время. Ничего плохого в этом нет. Я не собираюсь морализаторствовать, скажу сразу. Вот. Мне это не нужно, это не моя цель, морализаторствование. Вот. Просто хочется, чтобы вы, ну, вот как-то более, так сказать, определенно, что ли, двигались именно к тем отношениям, к тому виду отношений, которые вам, ну, действительно были бы нужны, да, вот, а не к тем отношениям, которые, вот, ну, получится, не получится, не получится, да, и так далее, вот. Потому что здесь все разочарование, здесь порочный круг, получается, ну, самовнушение, да, и много разных, достаточно еще неприятных аспектов, которые могут в этой ситуации быть. Вот. Вот такой ответ я бы мог вам дать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по, значит, моему ответу. Обратная связь нужна, в первую очередь, вам для формирования базовых постулатов для психотерапии. Вот. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok